До самой последней секунды, минуты, не знаю, когда уже их жена-то не может родить, понимаете, мы все по-человечески думаем, ну все, время ушло, все пропало, наследника нет. И как будто бы обещание Божие не работает, но Бог никогда не опаздывает. 25 лет Авраам и Сара учились доверять Богу, верить и ждать. И наконец-то это радостное событие произошло. Аллилуйя! Почему так долго Бог ждал, мы не знаем. Я не знаю ответа, я вам скажу. Почему Бог молчит? Я не знаю. Наверное, у каждого есть своя индивидуальная история и своя отношение с Богом. Иногда Бог нам говорит что-то сразу и срочно и быстро, да? А иногда Он заставляет нас очень долго ждать. Поэтому не умывайте ни первые, ни вторые, особенно вторые, которые молятся о чем-то, вживая к Богу, будьте постоянными в молитве, открывайте свои желания перед Господом. Господь знает и однажды Он исполнит то, что Он обещал. Аминь или нет? Аминь. Итак, прочитаем эту историю. И явился Ему Господь Авраам Дубрава Мамрея, когда Он сидел при входе в шатер во время сноя дневного. Авраам возвел отчество и взглянул. То есть он возвел отчество, и это в Библии, Ветхом Завете, он молился как бы Богу. Он возвел отчество и опустил взгляд, взглянул. И вот три мужа стоят против Него. Увидев, Авраам побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. Внимание! Аврааму было уже здесь 99 лет. Ну вы заметили, как он отреагировал на приход трех ангелов? Он увидел их издалека, сидит, он сидит. И у него была болезнь, не буду говорить какая, почитайте Библию. Кое-что произошло перед этим как раз. Пусть будет вам маленькая затрачка. То есть ему, он болел, он сидел, в преклонных годах, 99 лет. И он увидел ангела, и написано, он побежал. Он не просто встал, он побежал навстречу. И поклонился им до земли. Одна из важных черт, вот здесь проявляется Авраама, как благочестивого мужа веры, гостеприимства. Знаете, есть много черт христианского характера в мужах веры. Одна из них, вы с этим согласны, гостеприимство или нет? Можно по этому признаку определить, Божий это человек или нет? Да. В Библии это называется словом странноприимство. Ну оно старое слово, устаревшее. Странноприимство. Смотрите, какое есть чудесное место для нас, христиан, Нового Завета. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Не просто могу, не могу, хочу, не хочу принимать странников, гостей, христианами только. А ревнуйте, то есть желайте, чтобы это развивалось, чтобы вы были открыты. И, конечно, Абрам в этом был для нас пример. И он как-то молодой побежал навстречу, поклонился до земли и сказал, читая ему дальше, смотри, их три ангела, а он говорит, Владыка. Ну здесь интересная теория, что впервые появляется как-то троица. Три ангела, да, но Бог един, и он как бы обращается к Богу. То есть он увидел Бога, опустил взгляд, увидел трех служебных духов, ангелов. Ангелов как служителей Господних. Но он обращается к Богу, говорит, Владыка, если я обвел благоволение предачами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под всем деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего, они сказали, сделай так, как говоришь. Абрам подбегает и начинает говорить, я принесу хлеба, пожалуйста, не проходите мимо, зайдите в мой дом. Но будьте так милосеятельны и интересны, что ангелы говорят, сделай так, как говоришь. Абрам знал, что это необычные спутники, потому что, как я уже сказал, он молился Богу, возглел взгляд свой. И ангелы, как я уже сказал, это служебные духи. У каждого ангела есть свое задание. Почему их было три? У каждого ангела было свое задание. У первого какое было задание? Рассказать Абраму и Саре, что у них родится сын. Исаак, наследие. У второго было какое задание? Уничтожить два города, Содом и Гаморра. И когда они ушли от Абрама, один первый остался, который им сказал добрую весть, а два только ангела пошли в Содом и Гаморру. Это как раз у второго было задание уничтожить, а у третьего какая была задача? Я об этом проповедовал. Лота вывести. Да, у третьего была задача вывести Лота и спасти его семью. То есть у каждого ангела есть своя задача. Это, кстати, хорошее для нас вдохновение. Я так скажу, у нас есть ангелы-хранители. У нас иногда нам Бог посылает служебным духом. Какой-то ангел, наверное, охраняет нас в пути и думает, знаете, есть шутка среди водителей. Говорит, ангел больше 120 километров не успевает. Он бежит за нами из машины, но когда мы их превышаем, он как-то не поспевает. Так что вы смотрите аккуратно. Не выходите за Бофе-лимит. Вот. Но это, конечно, шутка. Ангелы, они скоростные. Они такие крутые ребята. Духи, да. И мы читаем дальше. Как реально Авраам оказывал гостеприимство. И поспешил Авраам шапер к саре и сказал, поскорее замеси в трясаты лучшие муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду. 99-летний Авраам бежит к стаду. Взял теленка нежного и хорошего и дал отруку. Скорее всего, это был Измаил, отрук его, первый сын Абагарий. И тот поспешил приготовить его. И взял мясо, и взял масло, и молока, и теленка приготовленного. И поставил перед ними. А сам стоял под них под деревом и наслаждался. Вы почувствовали сердце Аврааму? Пусть немножко, но он у нас сегодня пробует не об этом, как оказывать гостеприимство ангелам Божьим. Или просто людям. Но я думаю, что здесь есть много интересных мыслей для нас. Как мы должны служить людям? Реальным людям, которые могут случайно или не случайно зайти в наш дом. А может быть в ваш дом придут три ангела? Вы думаете, что это три мужика из Белоруссии? А это три ангела. Можешь такое выбрать? Не, не думали об этом? Поэтому будьте осторожны и внимательны. Пусть нас будет благословить, чтобы мы были внимательны. Зачем ангелам есть? Им не надо было кушать. Но смотрите, ангелы соглашаются, садятся за стол и кушают. И вот, видимо, я так с юмором сегодня написал, видимо, запах шашлыка был настолько привлекательный, что они не смогли отказаться. Даже ангелы подумали, слушай, ну это что же, нежный теленок, понимаете, приготовленный шашлычок, мясо. Вот, но на самом деле это важный урок для нас. Мы должны всегда быть в культуре того народа, где мы находимся. Если ты пришел к гостю и тебе предлагают чай, что надо делать? Не отказываться. Вежливо отказаться? Ни в коем случае не отказывайтесь. Пусть кто-то вам послужит. Если вы находитесь в другой стране, в другой культуре, вам наливают, опять, я вспомнил эту южную Корею, там они очень острые едят. И они меня кормили сначала острыми штучками, ну не какие-то чесночка, но что-то острее. И вот сидят, надо мной и ржут. Они так кусают, даже не мочатся, понимаете, да? Он говорит, попковый, ну слава, какой-то сидит. А я поп, я не знаю, куда мне деться. А они смеются от души, говорят, эх, Европа, эх, Россия. Вот. Но, то есть, будьте в той культуре, в которой вы находитесь, и не отказывайтесь. Я, кстати, вчера, у меня была интересная история, у меня есть один мой пассажир, постоянный, он осетин, и его зовут Алан. Он из республики какой? Алания. Вот он сказал, Алана. И вчера я приехал за ним, и он говорит, Игорь, я тебя хочу угостить ужином. А он говорит, рабочее время, я за рулем, такси. И он меня накормил, напоил, оплатил мое время работы. Но результат такой. Мы с ним благословенно поговорили о Господе. Вот понимаете, иногда Бог посылает таких людей, и я не планировал ни ужинать, мне было немножко неудобно, что он за меня платит. То есть я могу сам за себя заплатить, у меня достаточно денег. Но я понимаю, что для него было важно не просто доехать до того места, куда он ехал, он говорит, я хочу тебя угостить. Я хочу тебя... Он посолю представил, как меня благословить, а я его хотел благословить посолю, я ему рассказал о Христе. Он, кстати, очень открытый для Евангеля. Удивительный. Слава Богу, за него были молись, Аллах. Вот. И дальше мы читаем. И сказали ему, ангелы, где Саша, жена твоя? Он отвечал, здесь, в шатре. И сказал один из ангелов, я... Внимание, что сказал один из служебных духов, ангелов? Я опять буду у тебя в это время, и будет сыну, саря, жены твоей. Что он сказал? Что через год, когда я приду, в это же самое время, у тебя будет сын. Наследник, которому Бог 25 лет назад тебе обещал. Интересно, да? А Сара, наверное, все так женщины любят. Слушала у входа в шатер. Нет? Все что, не так? Ну, интересно, для чего мужики говорят. А? Слушала у входа в шатер сзади его. А в рамках и Сара были старые и в летах преклонных. И обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась. Что такое внутренне рассмеялась? Значит, никто этого не видит, правильно? Ну, она тихо сам с собой, я веду беседу. И она хихикнула себе, ухмынулась, рассмеялась внутренне и сказала. Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой старый. Суперстарый. Суперстарый. Интересно, знаете, что я подметил? Что даже внутренне, обращаясь как бы в своих мыслях или говоря об Ибрааме, как она его называет? Кто заметил? Даже внутренне она не называет его Мой. Или там Муфинёва. Или там по имени. Авраамушка. Она говорит, господин мой старый. Она мыслит внутри себя о том, что это господин. Счастливы, ну это такая заметная поляка. Если вы брать, кто ваш господин? Вообще, у вас есть господин? Ни одна женщина российская рассказывала, говорит, Никогда русские женщины не преклонятся под иго мужиков. Ну и так далее. Я так смутил и думаю, ой, какой интересный экземпляр. И подумал потом, наверное, не большинство, но часть женщин думает так, что они госпожи, они главные. Им должны служить. И поэтому многие из них несчастны и сегодня не в братье. Именно поэтому. Потому что они забывают, что у них есть господин. Но мы не об этом. Итак, внутренний смех можно легко скрыть от людей, но не от ангелов и от Бога. Можно скрыть внутренний смех или нет? От ангелов? От Бога можно? Нет. Поэтому ангел сказал Аврааму, отчего это рассмеялась Сара? Ангел беседует с Авраамом. Та Сара в шатре спряталась. И он говорит, отчего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я составилась? Здесь есть ключевой стих. Я хочу, чтобы он нам оставился одним из золотых стихов сегодняшней проповеди и Библии. Вопрос. Если что трудное для Господа. Братья и сестры, есть ли что трудное для Господа? Нет. Вы верите в это? Об этом сказал ангел. Сказал, есть ли что трудное для Господа. Вот если мы верим, что для Господа нет ничего невозможного, трудного, то мы благословенные люди. Даже когда ты не сможешь рожать по-человечески, по-плоскому, причем подчеркнуто, даже в этом месте, ты сможешь иметь наследник или нет? Сможешь иметь? Сможешь. Потому что нет, ничего невозможного для Господа. Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок, говорит ангел, буду я у тебя в следующем году, и у цары будет сын. Цара же не призналась, что... А сказала, не-не-не, я не смеялась. Сейчас, наверное, это мы, вот я прям, извините, что немножко на вас наезжаю. Не-не-не, я не смеялась. Ибо она испугалась. Ангел сказал, нет, ты рассмеялась. Интересный диалог. Она говорит, не-не-не, я не смеялась. Ты рассмеялась. Я не смеялась. Я тебе сказал, я ее не смеялась. Смеялась. Ну ладно. Хорошо смеется тот, кто смеется последний, да? Она-то рассмеялась, но ангел не просто так пришел. Он пришел от Господа, он посланник Божий. И он сказал, через год я приду, у тебя будет наследник, у тебя будет сын, потому что нет ничего трудного для Господа. Братья и сестры, не ограничивайте Бога. Не решайте за Бога, что ему делать или не делать. Не диктуйте Богу свою волю. Как в Евангелии от Луки написано, невозможный человеком, возможно кому? Богу. Невозможный человеком, возможно кому? Богу. Не ограничивайте Бога. Он больше, он выше. Он чудный, он сильный. У нас есть свои представления о жизни. Мы иногда знаем расписание, что может быть, что не может быть, когда это будет или не будет. А у Бога свое расписание, своя жизнь. И Он знает, когда нам что послать. И Он никогда, еще расскажу, никогда, никогда не опаздывает. Аминь. Никогда Бог не опаздывает. И в этой истории Он, конечно же, не опоздал. И дальше мы читаем. «И призрел Господь на Сару, как сказал он. И сделал Господь Сару, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И налек Авраам имя сыну своему, как Исаа. Настоящий сын, наследник. Это сказать, царского престола. Божьего престола. Обещанный, от которого произойдет великий, Божий, благословенный народ, который в будущем будет наименоваться еврейским народом. И в котором родится Спаситель. Произошел именно от какого наследника? Как его зовут? Исаак. Наследник. Обещанный наследник. И все это произошло. Мне очень нравится, как здесь написано. Во время, о котором говорил ему Бог. И сделал Господь, как говорил, так и сделал. Дети это награды и подарок от Бога. Аминь. Дети это награды и подарок от Бога. Поэтому за каждого ребенка, появившись в нашей семье, надо что делать? Благодарить Господу, сказать, Господи, спасибо тебе, что ты меня наградил. Что ты меня подарил, этого чудесного человечка. А как же его поднять? А как же деньги найти на все, чтобы воспитать, дать ему образование, одеть его? Как? Как вы думаете, как? А я скажу, Господь усмотрит. Иегов и Ира. Бог усмотрит. Если ты родил ребенка, не переживай. Да, может быть, он не будет ездить на курорты, куда ездят другие богатые люди, но это не значит, что у него не будет счастья в жизни. Правильно? Может, он будет голыми ногами бегать по лужам, но в этом его будет счастье. Играть в хоккей, в футбол, гонять мяч, я не знаю, кушать щавель, ходить в лес за грибами. Ну, в этом его счастье, потому что не все материально измеряется деньгами. Мы-то иногда зацикливаем. Ой, как же мне его выручить? Где же я на эти деньги возьму? Братья и сестры, послушайте, человек дороже денег. Поэтому есть у вас возможность рожать. Что надо делать? Всегда надо рожать. Всегда надо рожать. Если у тебя есть возможность рожать, рожать. И нету большего предназначения для женщины, чем родить ребенка, и воспитать его для Господа. Кто скажет, что там нет? Нет более важной цели, как родить и воспитать для Господа. Нет ничего выше. А я бизнес-фумен, а моя карьера поломается, а я не знаю... Подождите. Нету ничего более высокого и значимого, как родить и воспитать для Господа. Подумайте об этом. Помолитесь. Это великая цель, которая достойна всех прекрасных женщин. Я вас вам компенсировал, да? Вот немножко теперь видите, я вам говорю. Слава Богу, что только вы можете рожать. Аминь? Аминь. Говорят, мужчине, который родит ребенка, есть сколько? Миллион долларов. И все пытаются, но пока не получается. Хорошо, двигаемся дальше. Кстати, говоря, нет больше радости для отца иметь сына. Отцы, скажем здесь аминь? Нет больше радости для отца, чем иметь сына. Скажем, а как же девочки? У меня две девочки, вы знаете, две доченьки любимые. Девочки классные, они нежные, ласковые, вот прям такие вот, прям ангелочки. Но для отца нет больше радости иметь сына. Почему? Потому что сын наследник, носитель твоей фамилии, продолжатель твоего рода. И с сыном ты можешь делать многие вещи с самого детства, быть ему отцом. И мы как отцы, я специально подчеркиваю, для матери, не знаю, девочки больше, может быть, наравне, но мы как отцы, мы так устроены, что в сын, в сыновьях мы видим особое счастье, особенное благословение. Пусть над Богом благословим. И именно поэтому не случайно три раза в Библии написано, вы не поверите. Три раза написано. Авраам родил Исака. Подождите, Авраам родил? Или Сара? Авраам родил Исака. Три раза в Библии написано. Дорогие сестры, хочу сказать для вас новость, особенно те, кто не знает. В рождении детей участвуют мужчины. Знаете, Авраам, да? Некоторые говорят, мне только что вот забеременье и все, дальше они мне не нужны. Послушайте, Авраам родил Исаака. И вот проходит время, Исаак вырос позади без сонной ночи, первые шаги, первые смыслные слова, которые я говорил. Вспоминайте, как вы говорили с вашими словами печали? Вспоминайте, да? Такое чудесное время. И Исаак стал юношей или отроком. Отроком называли в то время любого мужчину, который не был женат. Отрок мог быть в 15 лет и мог быть в 40 лет. Кстати, у нашей церкви есть отроки? Есть у нас и церкви отроки? У нас все есть, говорят. Вот. Исаак, по разным оценкам, момент, вот эта история, которую мы будем читать дальше, был от 17 до 40 лет. Ну, в любом случае, он не был мальчиком, он не был таким там таким юношей, который не мог дать отпор. Ему было от 17 до 40 лет, когда приключилось ключевая история в жизни Авраама. И мы сейчас будем с вами читать. Проходит время. Бог искушал Авраама и сказал Авраам! Он сказал Вот я! Бог сказал Возьми сына твоего! Единственного единственного твоего, которого ты любишь, Исаак! И пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на дое из гор, о которой я тебе скажу. Страшное повеление от Бога. Согласны? Представьте себя на этом месте. Отцы представили, матери представили. Я даже могу себя представить на этом месте, вот честно говорю. Скорее всего у меня внутри появилось бы какое-то возмущение или может быть так же бунт. Я бы сказал вам я не понял Бог. Мы же не этому в Библии учим, читаем, в церковь ходим. Ты же Бог любви. Какое же это приношение? Да не просто же это приношение, моего любимого, единственного наследника, сына, которого ты мне обещал, через которого ты обещал произвести народ. 25 лет я ждал, и ты хочешь его забрать? Наверное, у меня было бы что-то наподобие реакции, мог бы я сказал, нет, я больше в эту церковь никогда не пойду. Там учить неправильно. Я не знаю, я просто на себе это примерил. Страшное появление от Бога. Как на это реагировать? Написано Бог искушал Авраама. В других переводах написано подверг Бог Авраама испытанию. У нас вот искушение испытаем, у нас путается в Библии, вы очень много раз читаете Библию, будет читать послание Якова и так далее, то искушение, то испытание. Вот, понимаете, давайте прочитаем послание Якова, 1 глава, 13 стих. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого. Бог испытывает нас, внимание, Бог испытывает нас, а искушает нас кто? Сатана, дьявол. Интересно, что это может быть одно и то же событие нашей жизни, предположим, историю Якова, я сейчас не буду даже ее напоминать, Бог ожидает от нас, чтобы мы прошли испытания, сохранив веру, достоинство, не отреклись, не предали, чтобы укрепилось наше вере и доверие к Богу. В это же время, это же самая история, сатана ожидает от нас другого, чтобы мы сломались, упали, впали в грех, может быть, прокляли Бога, отвернулись от Него и сказали, я больше никогда в церковь не буду ходить, и Бога нет. Одно и то же событие Бог нас испытывает, а сатана нас искушает. И написано, что здесь еще раз, подверг Бог Авраама испытанию, испытанию. И цель, цель искушения дьявола вести нас в грех, как я сказал, чтобы мы упали. И мы постоянно с вами проходим через различные искушения жизни. Сатана подталкивает нас на злодеяние, на грех, но Бог этим не занимается. Он хочет испытать нашу веру, наше доверие, чтобы пройдя испытания, мы стали крепче. И смотрите, как написано в новом зале про испытания. Радуйтесь! Церковь, братья и сестры, радуйтесь! Чему все радуются? Даже если сейчас, какое-то время, вам и приходится страдать в различных испытаниях, я читаю современный перевод. Ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры. Еще раз, через такие страдания доказывается подлинность вашей веры, что ценнее золото, чтобы она, вера, привезла вам похвалу, славу и честь, когда явится Иисус Христос. Братья и сестры, когда вы попадаете в испытания, проходите вот нелегкие испытания в жизни, что надо делать? Унывать? Плакать? Ой! А что надо делать? Радоваться. Почему радоваться? А потому что пройдя через эти испытания, ты станешь крепче верен и получишь похвалу Господу. И ты духовно растешь. Это твой духовный рост. Это твой опыт. Даже дальше звучит страшное повеление от Бога принести во все сожжение сына своего Исаака. Смотрите, но Бог очень бережно эту весть доносит до Авраама. Конечно, Бог мог сказать так, Авраам, возьми сахар и принеси в жертву. Но это было бы очень резко и... Знаете, как Бог это говорит? Бог сказал, возьми сына твоего. Я так представляю внутренний голос Авраама, ну как бы он отвечает Богу, Господи, но ведь у меня два сына. Напоминаю, он уже родился из моих, который он был на 14-м и на 15-м он был старше Исаака. Единственного твоего, говорит Бог, Авраам отвечает внутри себя, но не оба единственные от своих бутерей, один от Агария, другой от Саак. Которого ты любишь? Интересно, что здесь впервые мы встречаемся в Битле со словом любовь. И вы заметили, как он в контексте здесь говорит о любви? Любви кого? Кому? О любви отца к сыну. Я вижу, что матери любят и сыновей, и дочерей верят. И даже в Битле написано, что любовь материнская, она такая великая, что даже любовь к Богу превосходит любовь к материнскому. Там даже есть такое сравнение. Но здесь именно подчеркивается любовь отца, которого ты, отец, Авраам, любишь. И, конечно, Авраам внутри себя говорит, Господи, я их обоих люблю, они любимые с нам я, Измаилу люблю, Исаака люблю. И тут как приговор звучит, имя Исаака. Это чтобы Авраам не перепутал, кого надо привезти в жертву. Представляете себе? Я думаю, это было что-то невероятное для Авраама. Когда он услышал это слово бесповоротный приговор. И погиб землю варяги, там принеси его во всесожжение на одну из гор, о которой я тебе скажу. Как бы вы отреагировали на подобные повеления от Господа? Я уже сказал, наверное, сложные были, да? Очень сложные. Страшно представить, если бы нам дал Бог такое испытание. Многие из нас мы с вами не готовы к такому. Правильно я говорю или нет? Ну мы не готовы. Почему не готовы? По разным причинам. У всех есть разный духовный уровень, уровень отношения с Господом и так далее. Вот именно поэтому, потому что мы не готовы перенести это испытание, Бог не задает нам таких вопросов и не допускает нам такие сложные испытания. Правильно я говорю? Смотрите, как написано. Опять прочитаю в современном переводе место, которое мы очень хорошо знаем. Все испытания с которыми до сих пор вам приходилось сталкиваться были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями. Внимание! Бог никогда не допустит, Бог никогда не допустит, чтобы вы были испытываемы сверхсил. Бог никогда не допустит. и Он верен своим обещаниям. Когда вас постигает испытание, Он, Бог, дает вам и выход так, чтобы вы могли его перенести. Аллилуйя! Аминь! Какое чудесное место! Слушайте, оно меня утешает, вдохновляет. Что это место говорит для нас, христиан, если ты не готов? Знаете, как у вас компьютерная игре есть разный уровень сложности, да? Кто-то из нас на первом уровне живет, мы христиане, мы имеем спасение, мы проходим испытания, мы добиваемся результата, кто-то на второй уровень перешел, кто-то на третий. Может быть, мы еще не достигли того пятнадцатого последнего уровня. Понимаете? Поэтому не бойтесь, Бог не допустит вам и не задав вам вопросы, на которые вам будет сложно ответить. В том плане, что на которые вы не готовы. Если вы не готовы пройти испытания, Бог не допустит, эти испытания в нашей жизни, скажите, что томи. Для меня это сильное утешение. Я знаю, что, ну, я доверяю Богу свою жизнь, я надеюсь, что у меня никогда не будет подобного вопроса, как однажды Бог задал Авраам. А может, это будет, я не знаю. Но Бог, я знаю, ведет меня и задает мне такие пословиусы, задачи, вопросы, на которые я готов ответить сегодня, сейчас, на которые я духовно дорожил. Давайте ответим сразу в начале этой истории на важный вопрос. А как же нам, христианам Нового Завета относиться к жертвоприношениям людей? И особенно детей. Как относиться? Ну, это же странное повеление. Многие атеисты говорят, смотрите, какой ваш Бог-то жестокий заставляет принести в жертву ребенка, сына. Правильно ли? А как Бог относится? Очень много есть разных мест в Библии на эту тему. Я почитаю только одно. Как Бог относится к жертвоприношениям людей? Смотрите, как написано. Второй закон, 12 глава. не делай так Господу. Не делай как? Богу твоему. Ибо все, чего гнушается Господь, что он ненавидит, все, чего гнушается Господь, что он ненавидит, они, язычники, делают богатство. Господь, вы, народ Божий, не делайте так, как язычники, потому что Бог гнушается, он ненавидит это. Они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим. Язычники приносили человеческие жертвы, но Бог гнушается и ненавидит жертвы, приношение людей, детей, поэтому не делайте так. Господу, Бога твоему. Услышали ответ от Господа? Услышали или нет? Поэтому пусть никто вас ни в какую ловушку не поймает. Бог испрытывал Авраама, задавая ему сложный вопрос, может быть, из области фантастики, на которую у Авраама, наверное, уже, ну, только Авраам, наверное, мог на это ответить и пойти. Но Бог против жертвы приношения людей и тем более против жертвы приношения. Прямо здесь написано, сыновей своих и дочерей они приносят, сжигают, а вы не делайте так. Это прямой текст, который запрещает это делать. Как Авраам отреагировал на это испытание и призыв Божий? Написано, Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и из саакоса на своего наколол дров для всесожжения и встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Во-первых, опять, мы можем, наверное, сестер. Во-первых, Авраам ничего не сказал саре. Как вы думаете, он правильно поступил? Авраам ничего не сказал саре. А вот представьте, он бы пришел и сказал, слушай, дорогая, ты знаешь, мне Бог сказал, сына надо жертву принести. Сестры, представили себя на этом месте? даже вы себя не можете представить. А теперь представьте, насколько возможно было бы Аврааму послушаться Бога и идти по этому пути доверия и веры. Но он поэтому не сказал ничего. Это было испытание для него, для Авраама. Внимание, если бы нужно было сказать царе, Бог бы сказал так, Авраам, посоветуйся с женой, расскажи ей все, помолитесь, попроститесь, как вы решите, и вот потом вы берите сына и переносите в жертву. Но Бог так не сказал. И это было испытание Авраама, это был тест Авраама на верность Богу, это был его крест, это была его духовная битва, духовная борьба исходите. Жены наши дорогие любимые, не обижайтесь, но есть многие испытания, которые Бог посылает для мужей веры. Еще раз, не обижайтесь, есть испытания, которые Бог допускает и посылает для мужей веры. Мы, ну я служитель, вот я служитель, мы храним тайну истории. Почему мы храним тайну истории, и не говорим даже жены. Кто знает от веры? Жены бог в все боже разбили а знаете, многие жены служители говорят, слушайте, меня не любишь, ты что от меня скрываешь? О чем это ты говорил после собрания с сестрой? О чем она тебе исповедовалась? Знаете, это серьезная грань. я я хочу сказать, мы храним тайну исповеди, мы проходим серьезные испытания с каким-то человеком, зная его историю, может зная его греховные падения, и не думайте, что это приятно разбираться во всем этом, жить с этими мыслями, с этими историями, которые мы знаем, но иногда мы не говорим об этом нашим женам, по какой причине, потому что мы оберегаем вас, дорогие женщины и сестры, потому что то, что может быть вынесет муж веры, не всегда вынесет жена веры. По разным причинам, у нас разные эмоциональные фоны, понимаете? И мы немножко с вами по-разному устроены. Наше испытание может для вас, дорогие сестры, жены, стать искушением для дьявола. Еще раз, наше испытание перед Богом может стать для вас искушением, которое вы не сможете пройти. Именно поэтому иногда нужно промолчать. И это я так попутно говорю, может кому-то это пригодится в мысле. Не всегда нужно говорить то, что тебе Бог говорит, в чем тебя Бог испытывает. Иногда нужно наоборот делиться и ты можешь понимать, где нужна поддержка жены, где нужна ее плечо и совет, мудрость. Может быть ее нежность, ее ласка, ее утешение, ее слезы, ее любовь. Бог тебе четко даст понять, когда говорит, когда не говорит. Знаете, есть такая поговорка, не весь вперед, батьки вперед. Не перекладывайте на шутки плечи сестер, любимых наших жен, тяжелые испытания в вашей жизни. Берегите их, потому что они могут не выдержать. Во-вторых, мы читаем в этом месте, Авраам встал когда? Рано утром. Вот если вы получили такое повеление от Бога, принеси в Херну сына, знаете, некоторые бы, ну, мы бы, я думаю, оттягивали бы этот момент, да? Кто-то сказал, ну, давайте, может, прощальный ужин сделаем, позовем молодежку, давайте, сделаем там пикничок, не знаю, попоем песни, обнимемся. Ну, что-то в этом роде. Авраам рано утром. Почему? Почему рано утром? Он торопится исполнить волю Божию. Здесь очень важный урок для нас. Не откладывайте на завтра то, что вы можете сделать сегодня. Торопитесь исполнять волю Божию. Это опять навык послушания Господу. Понимаете? Если ты понимаешь, что тебе надо что-то делать перед Господом, как мужу веры, как человеку Божьему, торопись делать. Не откладывай это, но потом и не затягивай, спешите исполнять волю Божию, его призыв. Немедленно. Многие бы из нас, наверное, как я уже сказал, взяли бы паузу. Может быть, сказали, мне надо помолиться, попаститься, может быть, мне надо обсудить это повеление с другими людьми. Знаете, как в передаче говорят, есть и сложный вопрос, что надо делать? Помощь зала, звонок другу, звонок пастору. Не надо все это обсудить. Я получил странное повеление. Дайте мне время, помощь, пожалуйста, помогите мне разобраться, идти или не идти, вы или не пыть. Вот в чем вопрос. Ну, Авраам, мусферы, он же тут созрел до великих свершений, и он не просто встал рано утром, написано, он наколол дров для всех сажений. А зачем заколоть дрова? И тащить их три дня пути. Как вы думаете, зачем? Я думаю, приблизительно мысль главы Авраама такая. Вот придем мы на эту гору, где Бог сказал принести вверху сына, Исаака, а вдруг там дров не будет? И вот, чтобы не было у меня шага назад, я сжигаю этот последний мост. Как вы знаете, ну так вот, приблизительно могло произойти, приходят на гору, Бог бы, принесли, а дров, для огняня, при ее Авраам говорит, Господь, извини, а плов, дров нету. Я не могу исполнить поведение. Я не знаю, мне кажется, Ибе двигало именно вот это, чтобы он наколол дров. иными словами, он как бы говорит, да, Господи, я хочу бы тебе послушать. И дальше мы читаем, на третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. На третий день, три дня пути. Есть вот Пугачева, да, песня, три счастливых дня были у меня. Я думаю, эти были самые тяжелые дни в жизни Авраама. Три дня. Кстати, там идти совсем недалеко, но он шел, видимо, медленно. О чем думал Авраам? Три дня. Он идет рядом с сыном, который несет эти дрова. О чем думает отец? Как вы думаете? Я думаю, что это были самые тяжелые, самые тяжелые путь вверх. Вот эта последняя, эта дорога на Голбовку. Я не знаю, это был такой путь очень тяжелый. Это было вот это испытание. И когда они подошли к горе, сказал Авраам отрокам своим, останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда, на гору. И смотрите, что говорит Авраам. И поклонимся. У вас есть? Ух ты. А что, попробуете мою читать? Конечно. О, как классно-то. Уникально. Я думаю, что-то все так легко проповедуются, все молчат. Хорошо. И сказал Авраам отрокам своим, останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся. Кстати, впервые появляется слово поклонение Богу здесь. Поклонимся и удивительно, что будет дальше Авраам. И возвратимся к вам. Возвратим мыся. Мы пойдем вдвоем и возвратим мыся к вам. О чем верил Авраам? Он не сказал, что я вернусь один. Он сказал, что мы возвратимся. Я и Исаак мы возвратимся. Во что он верил? В воскресенье. Правильно. А вот смотрите, во что верил Авраам. Прежде чем я прочитаю и отвечу на этот вопрос, несколько слов. Я бы сказал, впервые мы встречаем слово поклонение. Поклонение Богу это стиль христианской жизни. Это стиль нашей жизни. Аминь или нет? Поклонение Богу оно должно быть везде и всегда и не только в церкви. Мы должны поклоняться Богу на нашей работе. Должны или нет? В отношении с людьми должны или нет? Везде и всегда мы должны поклоняться Богу. И как я сказал, была удивительная вера Авраама. Удивительная вера. Когда он сказал, что мы возвратимся, во что он верил? Мы читаем послание к евреям в 11 главе. Верой Авраам когда Бог испытывал его внимание, верую Авраам когда Бог испытывал его принес Исаака в жертву. Он это сделал верой. Ему было дано обещание Аврааму и он готов был принести в жертву своего единственного сына и это невзирая на то, что Бог сказал ему через Исаака ты будешь иметь потомство, которое я тебе обещал. И самое главное дальше написано. Авраам считал, вот во что верил Авраам? Авраам считал, что Бог может даже воскрешать из мертвых. И образно говоря, Исаак был действительно возвращен ему из мертвых. Во что верил Авраам? Он верил, что даже если я принесу ему в жертву, Бог силен воскресить его из мертвых. И не когда-нибудь там в последний день при звуке трубы, мы же тоже верим в воскресении мертвых, что когда-нибудь мертвый воскрес, надо встретиться с Богом на облаках. Но он верил, что Бог его воскресит тут же, ну может в течение или сразу или в течение трех дней, я не знаю, но он верил, что он вместе с Исааком вернется обратно. И вот эта вера двигала им. Представляете себе, какой мы в вере? Представляете, какая-нибудь беда в крови? И, кстати говоря, это очень-очень сильный урок для нас, очень важный, для христиан. И только христиане могут это понять. Неверующие никак не могут рубиться, извините за это слово. Пусть наша вера, внимание, христиане, народ должен, пусть наша вера простирается дальше нашей земной жизни. Услышали? Если наша вера заканчивается только земной жизнью, то, как пишет апостол Павел, мы несчастнее всех человек на земле. Почему христиане с улыбкой на лице умирали, когда их распинали на крестах, когда их выпускали львов, когда их расстреливали из лука? Почему? Когда их распинали вниз головой. Почему? Потому что они жили верой, не только они понимали, что земная жизнь рано или поздно закончится. Правильно я говорю или нет? Это откровение для нас, оно закончится. Но мы, христиане, ведь точно знаем, что наша жизнь продолжится после земной жизни. Или нет, или мы в это не верим. Вот если мы верим, если наша вера простирается дальше земной жизни, мы с вами будем твердыми верить. Как написано, наше же жительство и Родина где-то? На небесах. Наше же жительство и Родина на небесах. И оттуда мы ожидаем Спасителя Иисуса Христа. Ему дана сила покорить себе все. И действием этой силы Он изменит наши униженные тела так, что они будут подобны Его славному телу. Вот это настоящее вера нашей жительства, нашей Родины на небесах. И Господь однажды изменит наши тела так, что мы будем иметь славные тела, как Он имел после воскресения. Да, мы его узнавали, но он в этом теле проходил сквозь стены, помните, да? Были другие функции. У нас будут на этом как-то друг другу узнавать. У нас будут особые тела. Мы воскресены для новой жизни. Скажите, аминь. Кто верит в воскресение мертвых, в жизнь вечна? Кто верит? Скажите, громко аминь. И вот эта вера, вот эта вера в загробную жизнь, воскресение из мертвых, даст нам мужество и силы. Как однажды апостол Павел говорил, для меня жизнь Христос. И если для нас жизнь Христос, то смерть будет чем? Внимание, чем? Приобретением. Смерть. Да? Если для тебя жизнь Христос, для тебя смерть, приобретение. И другое место. Мы обычно читаем конец, а я прочитаю весь стих. Не бойся ничего. Не бойся ничего. Что тебе надобно будет претерпеть? Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас и будете иметь скорость. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Будь верен до смерти, ты будешь жить снова. У тебя будет венец жизни. Вот такая вера должна быть у нас. И такая вера была у Абрама. Именно поэтому он назван мужем верой. Это был особенный человек. Это был особенный человек, который прошел за 25 лет трудную дорогу веры. И он вырос до этих откровений и понятий. Поэтому он пошел на безусловное повиновение и послушание Господу, что готов был сына судьбу принести в жертву. И дальше мы читаем. Он взял Абрам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить. То есть они в коем стали подниматься вдвоем. И начал Исаак говорить Абраму отцу своему и сказал отец мой да, с мочек. Вот я сын отвечает Абраму. Исаак сказал вот огонь и дрова где же агент и всесожжение? Ну хороший же вопрос сын задает отцу. Они поднимаются наверх у них дрова у них нож у них огниво или чем там зажечь не знаю не знаю как они потом зажигали. И замечательный ответ Абрама который является пророчеством и откровением для нас христианного завета. Что это Абрама? Абрам сказал Бог усмотрен себе агент для всесожжения сын мой и шли далее оба вместе. Понимал ли Исаак где же агент для всесожжения? Как вы думаете он понимал где агент понимал или не понимал нет не понимал да? Мог ли Исаак сопротивляться? Я сказал он был от 17 до 40 лет Внимание для тех кто не услышал Абрама было на 100 лет больше Если бы было 40 то Абрама было 140 Если бы было 17 то Абрама было 117 Вопрос Мог ли Исаак сын сопротивляться? Когда сейчас мы дальше прочитаем что отец делал он его связал он его связал он его положил на жертвенник Мог сопротивляться или нет? Мог Я к чему эти вопросы задаю Ну они написаны пошли оба вместе Вот здесь было знаете на Голгофу Исаак кстати был правообразом Сускреса сейчас чуть позже об этом скажу Вот на это жертвоприношение шел не только Абрам ведя своего сына но и Исаак осознанно шел чтобы умереть Понимаете? Это было их они шли вместе его пошли вместе Интересно что когда именно поэтому Бог назвал не только Богом Абрама А как в Библии назван наш Бог? Богом Когда Бог явился Моисею и сказал Я Бог Отца Твоего Бог Абрама Бог Исаак и Бог Иаков Исаак тоже был глубоко верующим человеком у него тоже были свои отношения с Богом И Бог был не только Богом Абрамом он был Богом Исааком потому что Исаак тоже учился доверять и это был его тоже путь веры сложный путь веры Исаака он готов был пойти на смех чтобы умереть раз это Бог сказал раз это Отец делает я готов его слушать и Бога и Отца ловили эту мысль это очень важная мысль потому что здесь вот этот ответ как я сказал Бог усмотрит себе агн совершенств и Исаак это пророк Иисуса Христа и он как бы несет вот этот крест когда-то Иисус на Голгоф унес тяжелый крест это важнейшее пророчество об Иисусе Христе и поступает кульминация всей этой истории и пришли на место о котором сказал ему Бог вот прочувствуйте эту ситуацию пришли на место о котором сказал ему Бог и устроил Абрам жертвен разложил дрова и связав своего сына Исаака вы можете себе представить эту картину как Абрам связан Исаака и мне почему-то кажется что они оба плакали но я бы точно плакал это не Лен Глен говорит ты очень сентиментальный ты очень сентиментальный у тебя слезы прям близко послушайте я думаю Абрам просто связывал его веревкой и может быть обнимал его и говорил сынок я тебя люблю ты самый дорогой что у меня есть природненький мой любимый единственный я думаю Исаак тоже плакал говорит пап делай то что ты хочешь то что надо я пошлю за тебя он берет веревку связывает его положил его на жертвенник поверх дров Абрам берет связанного Исаака кладет его на жертвенник представили простер руку свою и взял нож вы представили эту картину я не могу себе это представить занес этот нож осталось одно единственное движение еще вы дальше не 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 за ним взял нож чтобы заколоть сына своего он взял нож осознанно заколоть его я не могу себе представить любящий отец связан любимого сына обещанного наследника уже простер руку занес нож чтобы заколоть сына и тут появляется бог ангел бог посылает ангел ангел очень скоростны очень пысто но здесь надо было ангелу очень спешить и ангел господень позвал к нему с неба и сказал абрам абрам он пытается остановить потому что он понимает одну секунду если вдруг он меня не расслышит ангел кричит ему и он сказал абрам вот я вот я ангел сказал не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего ибо тебе я говорит бог знаю что ты боишься бога и не пожалел сына твоего единственного твоего для меня и возрел и возрел абрам мучи свои и увидел и вот позади овер запутавшийся в чаще рогами своими абрам пошел взял овна принес его во всесожжение вместо сына своего слушайте вот это финал да представьте себе я не знаю мне прям мурашки потело у меня прям мурашки потело теперь говорит бог я знаю вернее ангел говорит я знаю что ты боишься бога и не пожалел сына твоего единственного твоего для меня если бы абрам опустил нож и убил исаака то вместе с этим он убил бы не только его одного кого весь божий избранный народ еврейский народ потому что в исааке должно быть продолжение его рода и более того он не только его убил еврейский народ но кого бы убил потенциально кого иисуса христа который должен был родиться в этом народе посмотрите какая картина какая острая грань послушание доедей веры господа и абрам на это пошел и дальше мы читаем и нарек абрам имя месту тому и еговы и ре посему и ныне говорится на горе и еговы усмотрится я кстати когда-то в юности написал песню ну знаете я иногда писал но не буду ее все петь вам две строчки что-то споет и егова и ре бог усмотрит судьбу и егова и ре ты доверься ему ну и так далее и егова и ре бог усмотрит братья и сестры послушайте для нас христиан это такое оботрение это имя господа бог усмотрит давайте вместе скажем 3-4 бог усмотрит бог все усмотрит вашу жизнь скажите аминь скажите что вы верите в это бог все усмотрит бог усмотрит себе жертву бог внимательно наблюдает за нами он знает когда к нам придет на помощь бог никогда не опаздывает и в этой минуте и в этой истории бог не опоздал ни на одну секунду он да до самого последнего момента ждал пока не был готов это сделать но бог не опоздал аминь меня так это составляет история это одна из ключевых историй это самая ключевая история ветхого завета потому что она напрямую нам говорит о спасителе нашем Иисусе Христе а что это была за гора Марьяна который был принесен к зеркалу Овен или куда пришел Абрам принесен к зеркалу своего сына что это за гора Марьяна кто знает давайте прочитаем в книге Крыл Премен написано не начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе моря на этой самой горе сегодня стоит вернее стоял храм Соломонов который сейчас внесен сейчас там что там у нас мечеть Амарго золотой купол представьте я-то не был в Иерусалиме кто был он наверное поймет это было это было особое место на которое приносились многие жертвоприношения и где священники приносили и где Господь отвечал на молитвы верующих представляете сколько там было жертвоприношения на этой горе в этом храме который был построен на горе Марьяна и вторично чем заканчивается эта история и вторично назвал Кавраму ангел Господень с неба и сказал мною клянусь говорит Господь чтоб так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего единственного твоего то я говорит Бог благословляю благословлю тебя и умножаю умножу семя твое как звезды небесные и как песок на берегу моря и обладеет семя твое городами врагов твоих своих и благословятся в семени твоем вот ключевая фраза то что Бог сказал Абраму благословятся в семени твоем все народы земли за то что ты послушался гласа моего и возвратился Абрам к отрокам своим и встали и пошли вместе в Версалию и жил Абрам в Версалии написано благословятся в семени твоем все народы земли. О ком здесь говорится? В каком семени Абрама благословятся все народы земли? О ком здесь говорится? Со всех земли. Да. А еще по конкретнее. Я уже сегодня вам сказал. Самое-то главное наследие Абрама кто был? Иисус. Иисус Спаситель. Благословятся в семени Твоем все народы земли. Мы, язычники, благословены в семени Абрама. Потому что все мы дети Абрама поверили, да? И об этом я тоже проповедовал. Но самое-то главное, что мы верим в кого? В Иисуса Христа. И Он наш Спаситель. И в заключении. Еще раз задам вопрос, который я задал в начале. А вы готовы были бы принести своего сына единственного, любимого в жертву? Все равно послушали пробовать, говорят, мне не убедил, да? Но! Самое интересное, удивительное в этой истории, что Абрам муж верный. Он является прообразом Бога Отца. Не пожалел Исаака, который является прообразом Иисуса Христа. И был готов принести в жертву. И еще в заключении, самое удивительное. Вы знаете, мы так привыкаем к Евангелию, к главой Вести, которая заключается в чем? Что Бог отдал в жертву, на долгов, на смерть кого? Сына своего, единственного, единородного, который реально, реально умер или виртуально? Который реально умер, который реально пролил кровь за нас грешников. И когда Иисус висел на кресте, там была одна такая минута, страшная для Иисуса, когда Он кричал, «Отче! Отец! Господи! Почему ты меня оставил?» Бог, Отец, оставил Иисуса на долгове умирать одного. Зачем? Нам не понять это Божья любовь. Какая Божья любовь, безусловно? Мы ни за что бы не принесли в жертву Сына, правильно? А Бог смог. И знаете, для меня это такое, я сегодня как-то по-нуму посмотрел на эти отношения Бога Отца и Бога Сына, Иисуса. Во-первых, Иисус Христос добровольно согласился пойти на смерть. Он мог, как и Са, тоже сопротивляться. Мокрый ему? Мокрый. Но он пошел на крест. И нам никогда не понять, зачем и почему надо было Богу посылать Сына, который бы умер за нас. Почему-то именно таким путем. Это же странный путь. Принести в жертву своего единственного Сына. За нас, за грешника. Кто мы для Него? Кто мы для Него? Кто мы такие люди? Творение. Творение. Грешники. Несчастные. Но почему Бог так нас возлюбил, сколько Тов был это сделать? Не знаю. Есть одно удивительное место в Библии. Ну, в Завете. Я хочу его в заключении нам оставить. Хорошее место, как пожелание. Смотрите, как здесь написано. Бог, который не пожалел своего Сына, но отдал Его за всех нас, разве не дарует с Ним, с Иисусом, и всего остального? Бог, который не пожалел своего Сына ради нас, разве Он нам с вами не дарует и всего остального, о чем мы мечтаем? Как вы думаете? Какой ответ? Дарует он свою любовь Бог уже доказал. Правильно я говорю? Он уже доказал на Голгофском кресте. И вернемся к тому пророчеству, которое Авраам сказал. Бог усмотрит в себе Агнца. И когда впервые Ян, креститель, увидел Иисуса, идущего, помните, как он воскликнул? Идет Иисус, и стал и он говорит, вот Агнец Божий. Он узнал Иисуса, Месси, и последнее место, где мы помолимся. Я даже учу, что мы его вместе с вами сказали. Мы так привыкаем к золотому стиху Евангелия. Вот подумайте, что здесь, давайте не просто скажем это как с коргавок, а с чувством, с толком, с расстановкой. Золотой стих Библии. Иоанна 3,16. Смотрите, что здесь написано. Ибо так возлюбил Вы мне помогаете? Еще раз. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единороду, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот на этой позитивной ноте мы сегодня закончим. Знаете, если ты сегодня поверишь в Иисусу Христа, ты будешь иметь прощение грехов и жизнь вечную. Аминь. Потому что за все заплачено кровью Иисуса Христа на Голгофе. За все грехи всех поколений, в том числе за наши личные, умер Иисус на Голгофе. Что нам остается в свое дело? Как нам спастись? Как примириться с Богом? Кто знает ответ? Покайтесь. Покайтесь. Признайте себя грешником. Покайтесь. Всегда крестится каждый из вас за и прощение грехов. И получите дар Святого Духа. Покайтесь и обратитесь. Развернитесь на 180 градусов. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Братья и сестры, сегодня время благоприятное. Сегодня лето Господне. Сегодня день спасения. Сегодня то время, когда двери Христовой Церкви, двери спасения, небеса открыты. И каждый человек, всякий верующий, может войти туда по вере, бесплатно. Воспользуйтесь этим моментом. Не откладывайте этот день, но потом. Именно сегодня, именно сегодня, сейчас, в эту минуту решается судьба всей вашей жизни. И не только жизни земной, но и жизни вечной. Покайтесь и обратитесь. Давайте мы помолимся. Несколько минут прольем в тихо-молитве. Можно помолиться на коленях, у нас есть алтарь. Не стесняйтесь, выйдите.